Канобу.ру представляет Вокруг орков, орудующих Магией Хаоса. Герои Имеют к ней иммунитет, поэтому предприимчивые Власти берут их в оборот и требуют Помощи. Игроку предстоит Управлять обоими героями Либо играть в кооперативном режиме с другом Одновременно подключаться Смогут сразу 4 игрока Но главными персонажами, которых будет Заносить на резких сюжетных поворотах Останутся исходные мужчина И женщина. Их имен Разработчики нам не сообщили Остальные 2 игрока станут кем-то Вроде наемников Классов в игре не будет Играйте как хотите и делайте персонажей Такими, какими хотите их видеть Larian Studios отталкивается От традиционных настольных РПГ Речь о том, что например В Dungeons & Dragons решения по тем Или иным вопросам принимаются Всеми членами партии в живой беседе В Original Sin в диалогах будут Принимать участие оба персонажа И если между ними возникает конфликт Происходит виртуальный бросок кубиков И проверка бонуса к харизме Бой будет походован Вообще, Larian при создании Original Sin В первую очередь отталкивались от механики Таких игр, как Fallout 2, Dragon Age, Origins, Baldur's Gate И Ultima 7 Все задания будут многоступенчатыми К примеру, вы можете просто убить персонажа На голову которого получили контракт Либо сможете пообщаться с ним И раскрыв сложный заговор Вывести всех на чистую воду Одна из главных заявленных особенностей Original Sin Полностью интерактивный мир Все окружение подчиняется законам нашей с вами логики И если в игре что-то можно поднять Собрать или разобрать В этом есть определенный смысл Меч можно соединить с мухомором Тем самым отравив его лезвие Зерно можно перемолоть Соединить муку с водой Получив тесто, засунуть его в печь И выпечь хлеб, который будет иметь лечебные свойства И так далее Для подобных фокусов в игре будут предусмотрены специальные рецепты Будут и магические комбы, как в Мэджика Полив врага дождем, можно ударить его молнией Усилив эффект заклинания Тем же самым ливнем Можно будет потушить горящего союзника А еще можно будет замораживать лужи И устраивать шоу «Монстры на льду» Original Sin — это приквел События которого развернутся за пару сотен лет до Дивайн Дивинити Игрокам предстоит встретиться со старыми знакомыми Понять сущность многих уже виденных вещей Типа Ордена Пламенных Рыцарей Или Культа Черного Плаща Еще из важного Original Sin вводит только на PC И маг с расчетом на достаточно хардкорную аудиторию В комплекте с игрой будет поставляться мощный редактор С помощью него можно будет создавать не только свои карты Но и полные игровые модули с уникальными квестами и персонажами Остальные подробности смотрите в нашем интервью Итак, мы снова в эфире С нами гости из Larian Studios Это Сергей Климов, наверняка вам знакомый И Октав Фирманс Человек, который руководит отделом качества в Larian Studios То есть это главный человек, без которого Игры выходили бы там с ошибками, с недоработками С тем, что вы так не любите Итак, хей, гайс Здравствуйте, ребята Это ваш первый раз в Москве Это ваш первый игромир? Да Это ваш первый игромир? Да? Вам нравится? Много я не успел видеть, но очень хорошие, красивые женщины Видели танк? Видели танк? Нет Есть вопрос, он для нас очень важен И это вопрос, касающийся вашего логотипа Он похож на человека с вантусом на голове Похоже, что есть небольшое недопонимание Идея в том, что мы делаем РПГ И это не вантус, это стрела с присоской Много людей делают туда ошибку И особенно, когда приходят к нам в студию До этого у Larian Studios был другой логотип Похож на синий круг, немного размытый И нам пришлось его поменять Потому что он представлял из себя очень странную вещь Но мы как-то поменяли логотип И, собственно, сама идея изменилась Опять же, поскольку мы делаем РПГ И суть РПГ это как бы расти Делать всякие разные апгрейды Нам пришлось изменить логотип И мы решили сделать ее немножко повеселее В данный момент у нас три игры Первый это Original Sin и серия Divinity Это смесь стратегии, РПГ, адвенчир игры Original Sin это одиночная игра Два главных персонажа Да, мы видели ее на E3 Как долго разрабатывалась игра? Знаешь ли ты ответ на этот вопрос? Ну, примерно полтора года Сначала была маленькая команда Потом она начала расти Большая команда, еще больше команды Я не буду врать Он лучше знает Самое главное, что все трубы для того, чтобы сделать контент уже проложены И все, что занимало много времени, уже прошло И сейчас мы компонуем игру И все идет достаточно быстро Все любят все, что самое быстрое И самое сложное уже прошло Расположение игры Похоже, ну, сама игра похожа на очень сложную И замороченную И когда я играю в такие большие игры Я боюсь Делать ошибки И полностью Как бы испортить игру Мы пытаемся сбалансировать игру Таким образом, что Ну, как в любом, собственно, RPG Есть классы Есть некие навыки Различные элементы Например, огонь, электричество И если вы выбираете что-то одно Вы вряд ли сможете испортить своего персонажа И именно это занимает больше всего времени Это протестировать баланс Когда вы заканчиваете всю работу Самые разработки Все самое сложное Это баланс Это фаза, к которой мы готовы Мы знали, что она будет Это как смотреть фильм Ты пересматриваешь от пятой до девятой минуты миллион раз В вашей игре очень много текста и много квестов Сколько страниц текста В вашем RPG Это сложный вопрос Мы все еще заняты написанием Все, что они пишут Потом будет переведено На немецкий, русский Ну, где-то 30 тысяч долларов Все это стоит Как по мне, так это слишком дорого Это все контент, контент, контент А для них это все искусство Когда игра будет сбалансирована Мы начнем уже переводить Я думаю, что для RPG локализация Это большая-большая-большая работа Для Болдерс Гейтс Это был один гигабайт текста Для, ну, например, для Болдерс Гейтс Это был один гигабайт текста Который нужно было локализировать Мы все это знаем И очень над этим работаем Что вы показываете Что вы показываете Посетителям Игромира Мы показываем фильмы, которые Объясняют игру в деталях Потому что Драгон Командер Например, у Драгон Командер Очень сложно И его сложно объяснить Все любят драконов Все любят драконов Что вы показываете Что вы показываете Мы показываем, что это Веселый RPG Мы показываем, что это Веселый RPG Много элементов На поверхности битвы Очень интересные Это очень похоже на игру Дивинити И мы скомпоновали много компонентов Для прохождения различных квестов Это самое интересное Скажите, что это Я вышел из битвы И я вернулся И вместо того Веселых вещей Также мы показываем Много веселых вещей Например, драки в туалетах И так далее Например, на прошлой презентации Ребята не смеялись На прошлой презентации Ребята очень смеялись Насчет этой драки в туалете Ну, очень много интересных вещей В Original Sin И последний вопрос От наших читателей Что насчет коллекционного издания? Дело в том, что в понедельник Мы будем анонсировать новую игру Которую еще не анонсировали И будет 3000 единиц Коллекционных изданий Ну, больше я вам ничего пока сказать не могу Могу сказать только что В следующем году, возможно Давайте поговорим о Dragon Commander Ну, это игра про драконов Пытаюсь вам быстренько объяснить Это стратегия Но все решения принимаются на главном корабле Вы делаете политические решения Принимаете политические решения Романтические решения Вы Воюете с драконами Также есть карта Стратегическая карта Где вы решаете, какую страну вы хотите атаковать Можно покупать единицы Покупать карточки Которые вам помогают улучшать ваши боевые единицы Они могут там класть Миной Можно покупать ракетные ранцы И так далее Что касается мира Дивинити Он отличается от предыдущих Дивинити Но Достаточно на него похож В то же время И Вы можете увидеть там Старых персонажей В инфинити есть Экшн дрэгон мод Так называемый Акшн дрэгон мод Все в один Ну Идея пришла от старых игр И На сегодняшний день Создатели игр строят движки Да, допустим Гоночный движок РПГ-движок А мы решили создать Как бы все вместе И Немножко объединить эти стили У нас есть различные моды РПГ-мод Стратегический мод Тот же гоночный мод И Мы постоянно что-то добавляем Я слышал, что вы тестировали глобал нот на настольной игре Я слышал, что вы тестировали глобал нот на настольной игре Игра построена на настольной игре Мы взяли настольную игру с карточками, со всеми делами И Начали в офисе в нее играть И людям очень понравилось У вас будет копия этой игры? Да, в коллекционном здании будет Есть ли у вас планы на выпуск на консоли? Может Возможно Да Да Сейчас мы Общаемся И Это вопрос нескольких миллионов долларов Но это все еще в разработке Если получим эти деньги, то да, мы сделаем версию и будем ее выпускать В данный момент мы вкладываем все в версию ПК Если что-то останется, то Да, мы сделаем версию И ты В В В В В В В В Я не знаю насчет рынка Я не знаю насчет рынка И Конечно Главный вопрос Есть ли у вас дракон с ракетным ранцем? Да Наш главный дизайнер У него появилась эта идея Да 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 По поводу Dragon Commander, когда вы планируете показать эту игру? По поводу Dragon Commander, когда вы планируете показать эту игру? Да Я не знаю В следующем году, скорее всего Мы планировали в декабре Потом в январе Потом в феврале Потом в феврале Все, что я могу сказать Это В следующем году Вы Ларин Независимый студий И также Индепендент Вы Ларин Независимый студий И также Издатель Divinity Ну Жизнь сложная Вам нужно больше у нас покупать Конечно Ну Обычно Издательство Приходит к нам И говорит, что Ребята, вам нужно больше выпускать И так далее Ну И мы сразу начинаем отмазывать, что Вот мы накасачили здесь, 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 здесь Но Дело в том, что Когда вы сами являетесь Издательством То Приходится работать в два раза сильнее Потому что Отмазки уже не работают И Перед собой особо обрадоваться Не получается Это как Расти от ребенка к взрослому Если не хватает денег, значит нужно больше работать И Если хочется купить велосипед и нет еды, ну Приходится выбирать Ну Да Если Такого нет, то есть Вы не являетесь издательством, то Как бы можно отмазаться и сказать что Для команды разработчиков это достаточно сложно и Очень много стресса Очень много стресса Но Мы Очень ответственны и берем все ответственность на себя Я бы не рекомендовал это студии, которые хотят жить легко Мы Говорили из другой студии вчера и Они Маленькая студия, им тоже приходится сложно, у них такая же проблема Как насчет Kickstarter, есть ли у вас планы на следующий проект? Мы Мы Очень близко к этому Очень близко Но Я думаю Мы Принимем решение в течении Последующих Тридцати дней Это Очень интересно Очень Здорово И Достаточно рискованно Но В первую очередь Очень интересно Это как бы Оход в казино И И И Можно Потратить деньги И в итоге остаться Ни с чем Поэтому Это будет фантастический месяц Когда мы будем Делать ставки Наш следующий гость уже здесь Еще пару вопросов По этому Конечно Сергей Блогировал насчет Kickstarter Некоторое время Сергей Блогировал насчет Kickstarter Некоторое время Какие преимущества Кикстартера? Ну Какие преимущества Кикстартера? Мы Говорили об этом как раз в такси Утром Ну Это Собственно Делает вас еще более ответственным Чем Самопубликация Вы покупаете велосипед Да Вы покупаете велосипед Все делаете сами Но И Выпускаете одну плохую игру Все Все окончено Но я считаю что это очень хорошо для индустрии Потому что это делают тех разработчиков очень ответственными Но Если это не происходит Все начинают Отмазываться Искать оправдания И Как бы Появляется много проблем Но Я думаю что У нас будет все хорошо И Мы справимся НЕКСЕС Я не знаю Или Эта 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 И Из-за того что Многие разработчики достаточно не ответственны И появляется много странных игр О которых приходится говорить И которые абсолютно непонятные И На самом деле у нас достаточно много денег от этого получается Даже больше денег от Кикстартера Чем от большинства игр которые мы делаем Я вот Говорил что Очень волнуюсь О том что Немножко непонятно куда он пойдет дальше Кикстартер И Мы не хотим чтобы Вы были первыми у которых этот проект провалился Гораздо проще Просто исчезнуть И Подстроить собственную смерть В каждой ситуации И Потом Резуррект И Потом Воспреститься без бренда Как Элвис Или Майкл Джексон Я думаю Одна из русских команд Могла бы быть очень успешной с Кикстартером Я думаю Одна из русских команд Могла бы быть очень успешной с Кикстартером Это артистично Но это не мейнстрим Но я думаю Если бы Спейс Рейджер пошли бы в Кикстартер Это было бы достаточно артистично Если Сайлент Стором тоже пойдет Сталкер Что В 4A Games Если бы они пошли 3 миллиона долларов 3 миллиона 1 миллион долларов Это было бы очень хорошо для русской индустрии Это достаточно для Сталкера? Я думаю Киев не так дороже И Я думаю Киев может себе это позволить Почему В мире Сталкеров В Киеве Вам понадобится 3 миллиона Им хватит миллиона Вполне Вы смотрели цены в Киеве на велосипеды? Я видел, как кто-то водил Феррари Вертолеты У них есть лицензии Но я думаю, будет здорово, когда будет первый проект, который побьет барьер полмиллиона, миллион И последний вопрос На будущие планы Есть ли у вас какие-нибудь планы на еще какие-нибудь игры, которые вы хотите разработать? В дополнение к Original Sin и Dragon Commander, есть игра, которая в разработке Что касается финансов Они у нас есть Мы уже Ее делаем Когда мы о ней расскажем, пока сказать не могу Мы уже делаем трейлер Это будет в Мире Дивинити и Больше пока сказать не можем Спасибо большое Спасибо большое Мы заканчиваем Следующий гость у нас Far Cry Основными были Сергей Климов И октябрь И октябрь И мы уже делаем И мы уже делаем И мы уже делаем И мы уже делаем Спасибо, ребята Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!